Ну, раз у нас уже здесь с вами идут такие ночные обсуждения, вот вам хочу показать еще одну идею, которая у меня есть. Смотрите, какой у меня есть потрясающий гранат. Он чистый, с великолепнейшей огранкой, очень красивый. Я его купила специально, он навес продается. Ну, стоимость за карат навес. Вот, это очень дорогая нитка. Купила, потому что жду авторскую фунетуру. Мне отлили под заказ. Хочу сделать колье, где эти бусины будут выступать в роли смородины. Но, так как у меня все равно больше, чем мне нужно, вот. Я сейчас, вот смотрите, очень люблю вот такой жемчуг палочками. И вот сейчас пытаюсь его компоновать. У меня есть тоже вот такая интересная фурнитура. Видите, это позолота, состаренная. В таком, немножко византийском, наверное, стиле. Но, очень хорошо сочетается с гранатами и жемчугом. И вот, выкладываю такое колье. Ну, не знаю, наверное, сегодня я уже не буду делать. Но, пока вот как идею примеряюсь. Так. Ой, в общем, очень интересно, девочки, все. Ну, вот что у меня в итоге получилось. Гранаты, натуральный жемчуг. Латунь с позолотой. Вот такое оригинальное колье. Знаете, какой красивый гранат. И очень лаконичные и в стиле колье получились серьги. Сейчас примерю на себе. Мне серьги так нравятся. Вообще прям класс. Просто. Ну, и вообще само колье. Стиль у него такой. Оно такое прям, знаете, стильное, изысканное. Да, угое. Очень оригинальное. И нежное. Длина у колье 46 см. Сережки тоже короткие. Ну, наверное, сантиметра 3. Ну, прямо королевское. Прямо и на подарок там к юбилею можно или себя порадовать. Мне кажется, прям великолепно. И такая оригинальная вещь. Вот ни у кого такого не видела. Как вам вообще? Я уже вот так устала. Я пошла спать. Думаю, что вы это утром посмотрите. И хочу вам показать этот комплект при дневном освещении. Он уже куплен. Практически в ночи. Все свои работы свежие я выкладываю в телеграм-канале. Поэтому, если есть интерес, желание наблюдать за переделками, за идеями, обсуждать и приобретать мои работы, переходите ко мне в телеграм-канал. Ну, в жизни он выглядит еще лучше. Камера так не передает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!